Годами я исследую разные исторические и околоисторические темы. Исследую то, как изображали древних правителей. Исследую то, как описывали древних правителей. И, конечно же, отметаю более поздние наслоения в их описании от более ранних каких-то, как предполагается, более объективных данных о их внешности, их деятельности, их атрибутах. Все это имеет значение, поскольку титулы иногда описывают территории или права, которые имели данные правители. А иногда описывают всего лишь некие претензии или, допустим, какие-то династические связи. Если разбирать даже практически современные случаи, то у британской короны есть титулы и владения Францией, хотя как бы физически этого нет. Если брать более древние случаи, то и у французских королей были титулы, обозначающие их претензию на владение Британией. Иногда титулы какого-нибудь рода поэтапно описывают путь восхождения этого рода от владения каким-нибудь городком, каким-нибудь небольшим территориальным формированием до владения каким-то уже крупным государством или даже империей. Все это важно тоже в плане исторического поиска фактов, сопоставления этих фактов. Например, тут вы можете видеть изображение Аттилы из венгерской хроники. Ниже будет еще одно изображение Аттилы уже с гербом. Если вы присмотритесь, лица чуть по-разному передаются, потому что, да, хроника, конечно же, есть в нескольких вариантах иллюстраций. Их тоже можно сопоставить, кстати, и попытаться выловить некие нюансы, которые меняются, значит, которые, наверное, не особо были важны. И те нюансы, которые незыблемы, передаются максимально четко, то есть то, на что делался упор, то, что было для, в общем-то, авторов этих изображений чрезвычайно важным. Еще одно изображение Аттилы, только уже с немецкой хроники. И, в общем-то, можно при сопоставлении понять, что вообще-то корона изображена одна и та же. Просто в этих случаях корона изображена более качественно, более старательно. В этом случае корона изображена максимально примитивно, максимально просто. Снизу присутствует голова зрелого мужчины с усами и бородой. Рост, уровень волос на лице на этих изображениях сопоставим. Форма носа, форма глаз также сопоставима. Корона имеет верхний обод, вероятно, крестовой. И на венгерском, и на немецком изображениях. Видимо, по четыре стороны короны присутствуют кресты. Достаточно такие пышные, практически звездчатые кресты. Ну и присутствует нижний обод. То есть, по сути, корона состоит из элементов те же, как видите. Из, в общем-то, нижнего вот этого обода с выступающими элементами, с крестами. А также из такой надстройки, которая как бы является дополнительным шатром, дополнительным потолком данной короны. Соединяет элементы этой короны и увенчана крестом. Крестом, хотя по нынешней трактовке, Аттила вроде бы не был христианином. Но есть версия, что, в общем-то, его крестили, но эта версия весьма смутная. И Аттила уж точно маловероятно, что стал бы креститься, учитывая все его другие действия. Что это подделка или некоторая ведическая символика, которую христиане потом переняли и переосмыслили уже под христианскую символику. Потому что в рамках ведической символики и солнце изображалось над землей, и изображалось как источник разума. И если кажется, что такие вот европейские, имперские короны весьма пышные и весьма навороченные, можно посмотреть на индийские традиционные короны, которые еще более пышные и еще более навороченные. И увенчаны они, как правило, в тех случаях, где европейские крестом, индийские тоже солнечным знаком. Иногда даже крестообразным. Однако, если откинуть вот эту верхнюю надстройку, которая присуща коронам Аттилы, то, как видим, корона, в которой изображен Владимир, ну, несколько сопоставима, хотя и имеет ряд существеннейших отличий. Корона на старинном гербе Галиции имеет лишь ряд сходных черт, однако и имеет множество отличий, которые, возможно, возникли при какой-то неправильной, уже более поздней перерисовке, возможно, еще в каких-то случаях. Однако, если разбирать те структуры, из которых она состоит, то вот звездокрестообразные элементы, как на короне Аттилы, между крупными вот этими звездокрестообразными элементами есть элементы поменьше, как на короне Аттилы, есть нижний обод, нижний обод, как на короне Аттилы, и есть верхние перемычки, формирующие некий купол и увенчанные крестом на символе державы, как на короне Аттилы. Может быть, тут добавили кучу лишних элементов вследствие какого-то символа или незнания, или еще чего-нибудь. Также можно обратить внимание на нижние короны, которые плюс-минус также сопоставимы с данным типом корон, если у них убрать верхнюю часть. Но пока это не особо важно, можно также, например, сопоставить изображение Аттилы и реконструкционное изображение Данилы Голицкого в короне, между которыми есть кое-что общее, кое-что не общее. Корона, к тому же, реконструкционная. А вот герб настоящий. Вот это герб Аттилы. К тому же, в самой хронике изображен этот птах часто без каких-то дополнительных корон, а вот описано, что это коронованный сокол в тексте, в пояснениях к этой хронике. И если взять Геральдику Голиции, позднее сохранившуюся как герб Ивано-Франковской области, вот она, в общем-то, черная коронованная птица. Касательно сокола, коронованного, не коронованного, в венгерской хронике все поперепутали. У Аттилы, как личный герб, была именно вот эта черная птица, а как имперский герб была уже коронованная птица, то есть коронованный сокол. Но некие ошибки, некое смешение этого всего привело к тому, что иногда и черная птица изображалась коронованной или сокол некоронованным, и так дальше. Вот другие старинные изображения Аттилы с мечом и щитом, на котором изображен его герб, с скипетром и державой, в короне, которая, в общем-то, во всех случаях сопоставима и отчасти сопоставима с короной Данилы Голицкого. Это все интересно к изучению, это все интересно вообще по самому ряду параметров. Можно посмотреть, например, как изображали Гедземина, как изображали князя Святополка и как изображали Аттилу. Некоторые элементы атрибутов, в общем-то, общие. Конечно, есть и ряд отличительных черт, например, у Аттилы, конечно, тут еще синяя рубашка с желтым, соответственно, соколом, изображенным на ней. Что также вот к вопросу относительно того, что когда я в каком-то видео не привел изображение желто-блокитной символики Аттилы, меня потом обвиняли в том, что «А где желто-блокитная? А ты придумал желто-блокитную?» Ребятушки-козлятушки, я просто не могу в одно видео воткнуть абсолютно все, что так или иначе попадало в поле моего зрения, моего изучения, и что в каком-то случае я могу всего лишь в одном видео упомянуть, а уже в другом видео показать. Или же я это показывал и в каких-то более ранних видео, и надеялся. Почему я надеялся сам уже, не понимаю, но почему-то надеялся на лучшее, надеялся на то, что, возможно, вы сами или вспомните, что это было в моих предыдущих видео, или сами как-то найдете. А тем не менее, тут, кстати, это достаточно карикатурное изображение, и у него изображены рожки. Эти рожки у Аттилы – это отдельная тема, и кто-то может, соответственно, как бы решить, что вот Аттила такой нехороший, его с рогами изображали. А кто-то может вспомнить, что, к примеру, те же самые египтяне вообще всех богов с рогами изображали. А, например, во времена Александра Македонского греки изображали часто Александра Македонского, в общем-то, с рогами именно в дань практически египетскому образцу. Тут есть, привожу изображение князя Юрия I Львовича, внука Данилы Голицкого, и изображение Аттилы Мадаевича. В общем-то, что тот правитель своей державы, что тот правитель своей державы. Конечно, Аттила более могущественный правитель, более значимый, однако, как бы... Однако, все равно, хоть и отдаленные, но родичи. Изображение Романа Голицкого и Аттилы. Я тут не хочу сказать, что они абсолютно идентично выглядят. Больше того, я понимаю, что в старину часто вообще людей изображали достаточно примитивно, поскольку не имели достаточного количества средств передачи той или иной символики, тех или иных нюансов. Однако, тем не менее. Тем не менее. Кроме того, вот можно осмотреть такие изображения святого Рюрика, князя Святослава Великого, причем Святослава Великого в трех вариантах. Два варианта являются разными вариациями одного и того же, по сути, изображения. Раньше у нас была похожая ситуация с венгерской хроникой, с изображениями Аттилы, где там чуть по-разному изображен, практически одинаково выглядящие Аттилы. А тут такая же ситуация со Святославом. Ну и есть изображение Святослава уже в менее боевой обстановке, однако, если присмотреться к короне, которая здесь изображена на челе Святослава, здесь изображена на челе Рюрика, станет понятно, что вероятнее всего это одна и та же корона. Ряд каменьев на обруче идентичен, камни на зубцах, в общем-то, вероятнее всего, также идентичны, ну и перекресток, и верхняя возвышенность присутствуют в том и в другом случаях. Сверху нет креста, что также интересно. Вероятнее всего, эта же корона, только в чуть другом исполнении, изображена и в этом случае. Интересно, что корона изображена не хаотически, изображен практически одинаковый вот этот обруч, где чередуются красные и зеленые каменья, то есть изумруды и рубины, вероятнее всего. Авторы не рисовали какой-нибудь хаос, они именно рисовали то, что хотели изобразить. Значит, у них что-то было в текстовом, или еще в каком-нибудь варианте, на что они, соответственно, опирались. Ну, или как. Ну, вот, кстати, еще изображение Аттилы. Нормальное изображение, где он тоже изображен в подобной зубчатой короне. Карикатурное, где он в зубчатой короне. Тут также присмотримся ряд каменьев, но из-за черно-белости изображения нельзя попытаться понять, какого они, соответственно, цвета, какой природы. Ну, и тут ему изобразили рожки. А вот это изображение пира, царя Эпира, шлем которого попросту венчают рога. То есть, для эллинов в посталександровскую эпоху рога были не оскорблением, а чем-то достаточно желанным в своей атрибутике, достаточно хорошим. Хотя, конечно же, Аттилу, скорее всего, изображали так именно в знак какой-то надругательственности. В знак какого-то надругательства над его изображением. То есть, попытаться его изобразить как какую-то пародию на Александра Македонского. Кстати, в этом изображении, если присмотримся, здесь присутствует птах на его доспехах. Но это так просто относительно зубчатых корон и трезубообразной символики изображения эллинистического правителя Египта царя Птолемея. Изображение Аттилы тоже в зубчатой короне. Изображение с монеты Элисимаха. Ну и еще одно. То есть, это или изображение Александра, или изображение самого Элисимаха. Тогда короны были более популярны, не зубчатые. Хотя, как видим, в случае с Птолемеем в случае с Птолемеем и зубчатые вполне себе имели применение. Однако, более популярны все-таки были короны в форме своеобразного очелья, своеобразной такой повязки, которая делалась часто из ткани, вышитой золотыми нитями. Иногда из обруча, который сзади, то есть, это не полностью было кольцо металлическое золотое, а это был некий обруч, который имел сзади завязки такие. Завязки. И в случае дальше с римскими коронами эти завязки также своеобразно трансформируются. Потому что начально возникнув как вполне себе утилитарный предмет для того, чтобы не нужно было обруч подгонять под каждого нового правителя, чтобы физически осуществлялась преемственность короны. С предыдущего царя, когда он составился помер, сняли обруч, на нового одели. Сзади завязки подрегулировали под форму его головы. Ну и, кстати, здесь опять же изображение рог, поэтому то, что Атилу изображали рогатым, это, собственно, греко-римские все эти закорлюченные касательно того, что они сначала своих деятелей изображали вот такими, а потом уже стали и других изображать. Изображение баспорских и сарматских правителей, у них также присутствует подобного рода царский признак, тут, кстати, изображение уже в виде золотого венка. Тут везде в виде такого обруча. Тут в виде обруча, тут, тут. А вот это уже позднеримская история с Адаакром, и на некоторых монетах он присутствует просто в своей казачьей такой, ну, еще протоказачьей, скажем так, стрижке под котелок, в других случаях он присутствует уже в диадеме. Правда, среди нумизматов историков есть спор, что, возможно, некоторые из вот этих изображений в диадеме изображают не Адаакра, а изображают Непота, Непота этого тогдашнего, в общем-то, свергнутого, позавчерашнего, так сказать, римского императора. Но это тоже, на самом деле, очень вопросительно и сейчас даже неважно. То есть, тут уже что? Тут уже вот эта повязка, вот эта корона трансформировалась из золотого обруча или тканевой повязки, вышитой золотыми нитями, она трансформировалась в объект, состоящий из золотых пластин по кругу и жемчужин или других каких-то драгоценных бусин, которые формировали как бы два ряда, два ряда, между ними все эти пластины располагались или просто ткань, или золотая проволока, по центру изображался солнечный знак, по центру, параллельно лбу, только выше, как видим. Ну и сзади вот эти завязки, хотя тут уже крепление можно было бы реализовать другим путем, но оставили завязки, парные завязки в дань, в общем-то, обычаю, в дань предыдущим векам, в дань предыдущим коронам. А вот это уже мы непосредственно переходим в Кийскую Русь. И в частности нас встречает монета князя Ярополка. Извините, ну да, Ярополка. Ну хотя можно его называть уже и Петром, поскольку он принял позднее крещение. Хоть принял крещение чисто номинально, но так или иначе. Если сравнить его атрибуты, что у него на голове корона. Относительно того, как эта корона выглядит, позже разберемся. Пока обратите внимание на две вот эти весюльки по обе стороны. И это не сережки, как можно подумать, они крепятся не в уши, они крепятся именно к короне. Вот эти две весюльки, они возникли как замена задним парным завязкам у корон более старого типа. И вот это изображение Ярополка Святославича. В общем-то такая же корона на изображениях Владимира. Я даже поначалу подумал, что перепутал, поставил не то, потому что есть почти точно такая же монета с изображением Владимира. Но здесь хорошо сразу подписано Ярополк, то есть Ярополк. У него жезл в виде креста и у него держава. Вот император Священной Римской Империи Оттон Первый. У него жезл с крестом, у него держава и у него корона такого же типа, если бы качество данной печати было бы лучше. Ну и также видим у него по кругу надпись. Тут не по кругу, а такими полосками, но все равно так или иначе понятно. У Владимира уже будет по кругу, хотя особой разницы это не дает. Вот у современника Ярополка тогдашнего Романа Второго Византийского Императора такая же держава. И тут непонятно, то ли у него жезл там за державой спрятан, то ли это от державы палка вверх тянется, или здесь изобразили их как бы в одном лице. Такие же висюльки на короне. Вот сзади видны его уши, видимо, он достаточно лопоухим был товарищем, но видно, что эти нитки начинаются не в мочках ушей, а они начинаются в короне и свисают снизу. Ну и вот корона. Корона, как видим, состоит здесь из каких-то сегментов, ну и сверху венчается крестом. И если вот так посмотреть на то, что мы видим здесь, то, что мы можем предполагать здесь и здесь, видим, что оно по очертаниям плюс-минус одинаково. Разное качество, разная степень видимости. Ну и в общем-то на монетах Владимира, если сопоставить вот это, вот эти две парные висюльки, сегменты короны, в общем-то то, что на монете византийского императора. Также у Владимира есть в руке крест, не видно державы, но у Ярополка держава была. У других киевских князей держава тоже будет, так что это не вопрос, что его титул был меньше, вопрос, почему-то на его изображениях державу не изображали. Может, он не хотел. Может быть, у него вместо державы был тризуб, как символ его власти, его родовой символ. Это тоже вопрос, достаточно такой интересный и подлежащий еще большему изучению. И вот на этих монетах тут я привожу их передние стороны, потому что на задних сторонах, как правило, изображается Иисус. Изображается или тризуб, или Иисус. А на передних сторонах Владимир, иногда с нимбом на голове, вот в этой короне, внешне похожей на шапку. Вот посмотрите сюда, если вы как бы не видели византийских корон и вообще не знаете, что это такое, и увидите вот такую фигню, вам может показаться, что это вязаная шапочка какая-то. Ну, или не вязаная шапочка, но все равно по типу шапки или пышной тюбетейки какая-то вот такая штука на голове. однако нет. Однако если разобраться и как бы реконструировать, то оно скорее выглядит вот так, как это реконструировано, допустим, на изображении Владимира на старой версии одногривневой купюры, чем, допустим, что-то другое. И вот во всех вот этих случаях изображено одно и то же. Вот это корона византийского типа, две висюльки по обе стороны. Ну и да, на всех этих монетах Владимир изображен усатым. Он не изображен бородатым, он не изображен безусым, везде он изображен усатым. Что, кстати, несколько интересно. Вот изображение Иисуса, только это уже с византийской монеты. А вот изображение императора византийского. Однако на монетах Владимира такие же самые изображения Иисуса делались с другой стороны от изображения Владимира. Поэтому тут как бы разницы большой нету. Ну и вот изображение тризуба собственно на монете, прорезь этого самого изображения. Византии были такие монеты, на которых изображался целый ряд деятелей, как видим. Хотя по центру один, тут уже лучше можем рассмотреть корону, кстати. В этих случаях корона вообще черт пойми на что похожа, на уши какие-то какого-нибудь удмуртского недокосплеера кошка зайка. Но так или иначе. В этих случаях тоже фигня какая-то. А в этом случае вот уже все более так цивилизовано. Можно предполагать и тут или некий камень, или некое изображение. Ну и тут вот сегменты какие-то как минимум. Ну и сверху крест. То есть это уже понятно. По полукругу идет надпись. Тоже плюс-минус понятно. Тут так же сама надпись. Тут так же сама надпись. Иисусу кстати не положена византийская корона. И есть жезлы в виде такого вот своеобразного трезубца, а есть жезлы в виде креста у тех же самых византийцев. Тут двое держатся за крест. Тут вообще на монете все трое изображены и все трое византийские цари. Песец, но почему бы и нет. И такое в истории в природе бывает. А вот собственно то, как выглядела корона Константина IX, византийского императора. видим, что вот эти все сегменты это не просто камни, не просто что-то, а это своеобразные иконки. Сейчас иногда восточные христиане подобную штуку только бумажную одевают на головы умершим перед тем, как их хоронить. Ну, в общем-то, отсюда этот обычай вот эта вот штука и тянется. И вот тут в каких-то таких типа иконках изображались сами правители, их ближайшие какие-то спутники, в каких-то случаях изображался Иисус и так далее. И вот собственно нынешняя уже реконструкция того, как могла выглядеть корона князя Владимира. С точки зрения определенных деятелей, как бы, при желании можете поискать, поинтересоваться. И эти же деятели сделали реконструкцию короны Анны Византийской, Византийской принцессы, ставшей женой Владимира. Как видим, корона тоже достаточно интересная. Как вариант, можем даже сравнить это, например, с короной Священной Римской империи. Вот как вариант есть еще корона Карла VII, которая, в общем-то, сделана по такому же типу, но чуть иначе. Если на этой куче каменьев, тут эти каменья промоделированы, но физически не присутствуют. Тем не менее, работа по металлу достаточно впечатляющая. Кроме того, как видим, на коронах Священной Римской империи присутствует только одна перемычка между передним и задним сегментом, и крест располагается спереди, а не сверху на перемычке, как это на коронах византийского типа. То есть, короны несколько отличаются. Кроме того, тут вообще как гребень некий промоделирован. Но вот тоже такое отличие. Можно осмотреть корону Ирана. Она вообще достаточно отличается, хотя как бы базово это тоже какая-то вот такая вот штука, одевающаяся на голову. Но тут вместо креста скорее нечто похожее на тризубь или по крайней мере двузубь. Если вот так пытаться эту вязь как-то распутать. Вот эта же вязь изображена и снизу, кстати. Достаточно тоже развитая символика, стилистика, солнечные символы со всех сторон. Начально эти камень также имели природу солнечной символики. Но позднее все свелось к или христианской, или исторической какой-то символике, связанной с Византией, с историей носителя данной короны. Вот вообще интересная штука. Венгерская корона с несколько таким поникшим крестом. Священная венгерская корона, как ее еще иногда называют. Тут с одной стороны присутствует изображение Иисуса Христа, а с другой стороны изображение византийского императора. Чтобы, так сказать, не забывали, кто самый ближний к Иисусу Христу, как видим, зубцы, такие какие-то закругленности, и вот эта крестообразная перемычка, как на коронах византийского типа. Византийцы, делая корону для венгерских королей, в общем-то, этим хотели что-то достаточно много сказать, и установить связь этих венгерских королей с Византией, и в то же время хотели все-таки, чтобы корона выглядела несколько проще, чем это у самих византийских императоров. Тем не менее, присутствуют висюльки вот эти по бокам, тут их уже достаточно много, присутствуют иконки по кругу, куда же без иконок, иконки это святое, я сейчас говорю о иконках на рабочем столе операционной системы, ну, а для тех людей вот эти иконки были святыми, поэтому, так сказать, каждому свою. Ну, и вот тут черно-белое изображение и цветная прорезь данной короны по центру изображения Иисуса, поникший крест, соответственно, вот эти висячие элементы, камень, камни, зубцы и какие-то такие штуки. Другая сторона короны, на которой изображен никто иной, а византийский император Михаил VII. Ну, и если присмотреться, то и венгерский король удостоился быть изображенным на данной короне. Если присмотреться к изображению венгерского короля, он изображен, видимо, в этой же самой короне или максимально похожей на нее короне. А вот у византийского императора корона весьма отличается. Она более навороченная, как бы сейчас сказали. Да и, кстати, относительно вот этих подвешенных элементов могу предположить, что, возможно, их изначально тут и не было. Возможно, византийские мастера для венгерского короля сделали ее просто такую вот, как она изображена здесь. А сделать вот эти висячие элементы по образцу с византийской, не понимая уже, откуда там ноги растут, и что они означают приказал. Может быть, венгерский король или кто-то, кто имел, так сказать, доступ и власть для данной модификации. И снова же к нашим князьям. Князь Ярополк. Вообще, Ярополк не был крестителем Руси и даже не был фанатом христианства. То есть, если он типа и принял византийскую атрибутику и соответственно византийскую корону все эти дела, то это делалось просто для того, чтобы византийцам показать, что он им ровне. Хотя... И несмотря на то, что у него было фейковое типа крещения, по сути, христианином он не был. И там даже было несколько фейковых крещений и они были направлены скорее в сторону западного христианства. Поэтому он, кстати, был назван не каким-нибудь Василием или Андреем или еще кем-нибудь Михаилом, каким-нибудь Константином, а был назван Петром. Это любимый западно-христианский апостол. Ну, смотрим, как изображен Ярополк, Жезл, Держава, Корона, Владимир, Корона, Жезл, Владимир, Корона, Корона Карла Седьмого, просто для сравнения, для того, чтобы понимать, что вот эти сегменты в нашем случае они не очень большие, не очень маленькие, в каких-то случаях они могут быть достаточно такими крупными. Тем не менее, все равно под точками вот этими или просто как под неким ободом, который здесь виден, нужно понимать как раз вот такие вот сегменты с иконографическими изображениями, с каменьями, следующими иконографическими изображениями и так дальше. Вот христианские иконы, изображающие Владимира и, в общем-то, верно реконструирующие структуру его короны. Ризантийские вот эти свисающиеся штуки, сегментная корона, крест сверху, соответственно, размер креста, такой вот достаточно мелкий или достаточно крупный. Что было в сегментах, иконки или просто каменья? Это все уже вопрос весьма вопросительный и на который сейчас ответить весьма тяжело. Однако, так или иначе, это однозначно корона византийского типа, да и одет он в накидку именно византийского типа. Это не древнеславянская какая-нибудь атрибутина. Древнеславянская накидка здесь должна была закрываться на брошь со священной тамгой, как это было у баспорских царей, как это было у готских царей. Ну, у готских царей там изображение птаха, а у в общем-то сарматских и у баспорских царей там их родовая тамга. То есть, если бы Владимир действовал по тому обычаю, то изображение трайсуба было бы на броши скрепляющей его одежды. Ну, и корона была бы скорее такая, в которой изображен Аттила, чем такая, как корона византийского типа. Ну, и вот собственно изображение Владимира, сидящего на троне, держащего жезл и в короне. Корона вот сегментная, сегменты символизируются точками, но издалека, если не понимать и не вдаваться в подробность, то может показаться, что это некая шапка или так, изображены волосы. Типа, вот волосы, вот они не спадают, вот типа, ну, наверное. Однако, это неправильно. И дальше перейдем к изображениям монет, ну, точнее, к изображениям монет князя Святополка, Святополка Ярополковича. Так же само изображен князь, у него атрибут крест и, соответственно, на челе корона. Так же сама корона здесь в разных случаях чуть по-разному подходили к ее изображению, однако можно понять, что это та же самая корона. Отличительной чертой на изображениях на монетах Святополка является как раз форма самого тризуба, потому что у него не тризуб, а своеобразный двузуб, да и к тому же одна из сторон которого является крестом. Такие вот дела. Ну, и вот еще фотографии, собственно, с монет Ярополка, ой, точнее, Святополка. Вот сам Святополк в короне с висюльками, корона, крест, его герб и Владимир. Так же само на троне с крестом в той же самой короне и его герб. Как видим, вязь вот эта вся, здесь тоже вязь, только чуть в другом ключе, ну, и Геральдика чуть-чуть в другом значении. А вот вообще интересная тема. Это печати Ярослава Мудрого до того, как он стал, собственно, великим князем Руси. Он изображен с усами. У него присутствует и небольшая бородка, как это здесь видно. Здесь тоже видно. современные фантазии некоторых о том, что у него типа бороды вообще не было, эти фантазии несостоятельны. Борода у него есть, хоть и небольшая. Дальше, касательно того, что у него одето на голове, да, явно это не византийская корона, да, явно это какая-то шапка, которая увенчана чем-то сверху, но все равно не видно ни меховой оторочки, ничего-то такого, то есть с тем, что россияне позднее назовут шапкой Мономаха, то, что одето у него на голове, тоже не имеет ничего общего. Есть более простая вероятность, что у него на голове здесь изображен так боевой шлем. Правда, некий такой элитный, поскольку на тот момент он был наместником великого князя Киевского, соответственно, в Новгороде и в некоторых других регионах. Ну и вот одна из таких достаточно примитивных монет Ярослава. Тут изображен солнечный знак, тризуб, ну и можем идти, в общем-то, дальше. более качественные монеты Ярослава, где изображен Георгий Победоносец или Ярослав в образе Георгия Победоносца, или, в общем-то, некий симбиоз того и другого. Вот уже более позднее изображение, тут изображена корона, также, не шапка Мономаха, некая, именно корона, ну и изображен шлем, который, скорее всего, в таком вот шлеме поначалу изображался сам Ярослав Мудрый, когда был всего лишь наместником. А вот корона, которая, ну здесь она изображена европейского типа, но, однако, все равно нужно понимать, что здесь была именно та корона византийского типа, в которой он изображался всю дорогу. Если рассматривать его саркофаг, можно найти некоторые мотивы, некоторые мотивы, сближающие символику саркофага с тем, что присутствует на венгерской короне. Вот венгерская корона, изображение Иисуса, изображение двух деревец по обе стороны от Иисуса. То есть, то есть. Ну и тут, в общем-то, эти два деревца в такой же позе. Только тут вместо Иисуса крестообразный знак. Ну то есть, как бы, ну да, оно и есть оно. Есть солнечная опять же символика, есть два креста по обе стороны от солнца, то есть, это какой-то синкретизм ведической и христианской символики, что также интересно, что также заслуживает отдельного разбирательства. Вот изображение Ярослава с семьей, соответственно, которая до ныне не сохранилась, но такое было в Софиевском соборе. Он изображен, в общем-то, держащим силуэт собора. Его родичи, видимо, со свечами или с жезлами, тут уже разобрать тяжело. Видно, что у них упрощенные версии корон. Вот это то, что у них. Это не шапки, это не меховая оторочка. Присмотритесь лучше. Видите вот это? Вот это перемычка. Вот это крестообразная перемычка корон византийского типа. Если присмотреться, у них даже видны вот эти весельки по обе стороны от головы. Просто у него корона более навороченная, зубцы более торчащие. Тут то ли тризуб, то ли крест венчает эту всю композицию. У него корона более навороченная, но и это не шапки. Маловероятно, что это меховая оторочка, ну и такое исключать нельзя, что у них могли быть и зимние какие-то версии корон. Однако даже в таком случае наличие неких зимних корон или вот таких вот прото-шапок мономаха ничего не доказывает. И тут нужно предполагать именно вот такую сегментную корону византийского типа. Тут изображено много символики, тут опять же изображена черная птица, тут, кстати, возможно, даже изображен двухглавый орел. Однако московитам не следует радоваться, то, что наш князь использовал данный знак, никак не возвеличивает московитов, а наоборот говорит, что, в общем-то, и знак является ими прихватизированным у других, кто его использовал задолго до них. К нам этот двухглавый орел пришел, естественно, из Византии, у нас он осел в качестве геральдики в Перемышле, осел в качестве геральдики в Чернигове, в некоторых других регионах, как один из символов, который пришел из Византии, он у нас, конечно, имел свое место, однако никогда не считался чем-то таким суперважным и суперинтересным. Да и к тому же в Византии на тот момент данный символ не был еще настолько распиаренным. Вот тут, в общем-то, даже изображение то, которое сами московиты реконструировали, как должен выглядеть Ярослав Мудрый. И даже они хорошо понимают, что у него на голове была именно корона, сегментная корона византийского типа, а не как не какая-то придуманная шапка Мономаха. Ряд современных христианских икон. Ну и в общем-то они имеют и старинные прототипы, и современные, и так или иначе во всех случаях у него на голове будет вот такой своеобразный иконостас, где в одних случаях иконы, в других камень и опять иконы, ну или можно предполагать, что там везде были каменья, тут уже как и в вопросе с Владимиром доказать или проверить как-то мы это не сможем. Дальше изображение с монет в общем-то Мстислава Владимировича. И тут я вставляю еще одну византийскую монету для того, чтобы ее вот эту византийскую монету с вот этим кошкозайком с крестом на голове, с вот этим вот чуваком сопоставить с тем, что изображено на этой тему тараканской монете. Тут изображено два персонажа, держащихся за крест. Византийской геральдике символики нумизматики это бывало, когда есть или два соправителя, или когда роль жены правителя в государстве достаточно важна, и получается они как бы вдвоем правят государством. Поэтому изображалось, что они вдвоем держатся за крест и правят им. Ну и конечно же короны византийского типа это само собой. Что мы видим на тьму тараканской монете? Крест. По обе стороны от него есть какие-то фигуры, предположительно можно считать, что одна из этих фигур это сам Стеслав Владимирович Тьма-Тараканский храбрый, а другая Ярослав Владимирович мудрый. Ну и то, что предполагается, что они в коронах, можно видеть по другим изображениям в общем-то самого князя Стеслава. Как и Ярослав, он изображался в императорской короне. Здесь вполне себе хорошо понятно, что это как раз сегментированная корона византийского типа. Ее венчает крест, с нее свисают вот эти висюльки, держит в руки он тоже жезл в виде креста. Все как бы оттуда еще идет. И вот тот самый интересный персонаж, монеты которого я знаю или не дошли или не сохранились или были спрятаны или уничтожены или как. Однако можем хотя бы рассмотреть то, что есть в тех же российских царских титулярниках. Тут у него на голове изображена двухъярусная корона. Это несколько в общем-то странно. и с другой стороны это несколько типа роднит его с так сказать мифологической шапкой Мономаха, у которой есть как бы основная часть и есть навершие. Но если посмотреть чем является шапка Мономаха, вот она, то она является совсем не тем. Во-первых, у нее нет зубцев вот этих. И это явно не корона, в которую еще встроена еще одна корона, а это именно некая тюбетейка, к которой просто топорно потом пришили крест. Он совершенно отличается. Вот здесь такая всякая орнаментика. Изображение не передает все нюансы, можете сами поискать в интернете в хорошем качестве. А крест просто топорно вырезан из куска золота и всунут сюда просто вот в наглую. Еще есть какие-то камешки вот эти странные. Кстати, даже на изображениях ранних московицких царей у них на голове изображена не вот эта шапка, а нечто другое. Но да ладно. Тем не менее, тут вообще ни разу не вот то. Потому что вот это явно корона как бы вставленная в корону. На этом и на этом изображении видно, что есть одна корона и в нее как бы вставлена другая. Отчего это взялось? Но тут все сложно. Возможно, нужно вернуться на историческую ступень назад. и дело в том, что как раз вот этот деятель вместе с ранее рассмотренным деятелем, а именно вот этим деятелем, то есть Ярослав и Мстислав, они поделили между собой Русь, создав некую диархию. по образу Тетрархии Диоклетиана только они не придумывали себе еще и Цезарей, а просто были такими двумя августами, если сравнивать с Диоклетиановской Тетрархией. Но хотя у них свои помощники конечно же были, только это не так формулировалось, как в Тетрархии Диоклетиана. И вот вероятнее всего, что Мономах в своей короне попытался совместить как бы две короны, показывая, что он наследник полноты власти. То есть если в предыдущем поколении был коронованный Ярослав и был коронованный Мстислав, и у каждого из них уже была императорская корона, то соответственно в следующем поколении корона должна как бы совмещать в себе атрибуты двух тех корон, чтобы показывать, что она превосходит их, чтобы показывать, что он не один из диархов, которых должно быть два, еще какой-то там должен вывести и у него половину власти отнять, а что он полновластный правитель, который наследует и Ярославу, и Мстиславу. Ну и опять же Жезл и держава. Все как положено. при том, что московиты начали изображать его уже в какой-то странной хламиде, которая не похожа на начальную вот ту накидку, в которой как бы нужно было бы изображать, но вот которая присутствует на монетах, допустим, которую верно воспроизводят некоторые иконы. вот тут хламида, тут хламида, а вот тут накидка и тут накидка. Стандартная византийско-русинская императорская великокняжеская накидка. Скрепляется круглой брошью, иногда с христианской символикой и, в общем-то, сама являющаяся красного цвета. Иногда с какими-то дополнительными изображениями символы всем таким, однако не вот это черт пойми что, что здесь изображено. Или здесь что это, где оно там скреплено, это не то. Вот эта царская брошь это один из атрибутов, как и корона и держава, хоть и менее значимый, но все равно один из. И у поздних московицких царей, а здесь они изобразили во многом Владимира Всеволодовича Мономаха, именно в своей более позднем редизайне. Если посмотреть сюда, то тут тоже на него одета вот эта шутовская хламида, которая уже имеет мало общего с начальной символикой и геральдикой. И тут у него на жезле куреныш мутант. Какого черта, если в Руси всегда был крест или трезубообразный символ? То есть московицкая квази шапка Мономаха, которая является шапкой золотоордынской принцессы Кончаки, не имеет ничего общего с коронами византийского типа, которые использовались в Древней Руси. В общем-то и знаток древнерусской истории Николай Борисов предполагал, что шапку после смерти московского князя Юрия Даниловича получил его брат Иван Калита от узбек хана. Считалось, что якобы изначально данная шапка являлась в общем-то женской тюбетейкой и принадлежала сестре узбека и жене Юрия, то есть Кончаки. Правда, в крещении данную Кончаку переименовали в Агафью. Но возможно у тогдашних славяноязычных людей ее имя Кончака чуть по-другому воспринималось, поэтому уж лучше пусть будет Агафья. А может быть данное имя ей вполне соответствовало. Кто его знает? Может, она только там являлась, уже все, так сказать, были готовы к труду и обороне. Ну и, собственно, согласно другим работам других исследователей, данная шапка, основные ее элементы являются в общем-то атрибутами, происходящими из золотоордынской, чингизидской символики, которая не имеет ничего общего с историей Руси. Российские историки, сотрудники российского эрмитажа признают, что скорее всего элементы данной шапки были изготовлены в Крыму или в Поволжье, то есть в тех городах, которые на тот момент были опорными пунктами как раз Золотой Орды в данном регионе. Там даже сарай был, может в самом городе сарай данная шапка. Некого моня-меха была изготовлена. Можете вот посмотреть, поискать соответствующие труды, почитать, как бы поставить то, что я говорю под сомнение, я же не против. Меховые шапки конечно использовались. Были меховые шапки и у знатных вполне себе правителей. Ну, это просто меховая шапка, по центру которой приделана тоже брошь. Брошь с перьями, как это было у в общем-то ряда народов тогдашнего Причерноморья. Это было и в Валахии, можете погуглить изображения даже Дракулы того же самого, можете погуглить изображения разных турецких правителей и так далее. Вот это изображение брата Аттилы князя Будыла. Тут он изображен тоже в такой вот шапке с пером. Ну, и на всякий случай напоминаю герб Галиции с его коронами. Как и на короне в общем-то князя Святослава в данной короне в ее нижнем обруче если помните если помните корону Святослава если не помните напомню там чередуются в общем-то изображения рубинов и изображения ну, то есть не изображения а реально рубины и реально изумруды. Вот. Вот нижний обод короны Святослава изумруд рубин изумруд рубин на всех этих и на короне Рюрика в общем-то так же само. Вот вот эти все деятели вот эти а нужно в общем-то нужно понимать что для древних короны были очень важным атрибутом точность соблюдения точность вот даже вот эти весюльки даже когда они потеряли утилитарную принадлежность нужно было сделать им какой-то аналог но тут работало много нюансов отчасти это было и наследование традиции отчасти когда и сама корона росла и надстройки на нее разные появлялись и росли то в общем-то конечно каждый последующий император хотел себе сделать корону более пышной чем у предыдущего ну и так дошло до до того что там целые алтари уже у некоторых из них были вот это чем не алтарь ставь перед этим кого-нибудь христианского батюшку и пусть читает литургию чего бы нет но это сейчас я еще не касаюсь разных более поздних корон священной римской империи и разных тоже западных нюансов испанцы много о себе пышности всякой доделывали конечно иконы потом с корон потеряются у этого у наполеона уже там будут не иконы а совершенно другая атрибутика но так или иначе вот еще как такой проверочный нюанс вот монеты князя олега ну и еще монета князя ярополка волынского и в общем-то еще одна монета и если все это осмотреть то если осматривать например вот это изображение или вот это можно предположить что у них на голове шапка мономаха вот кстати здесь изображена держава то есть как тут у князя олега как когда-то у древнего князя ярополка изображались державы в руках что в общем-то свидетельствует о том что такой атрибут великокняжеской власти как держава в Руси у императора в Руси был так же как и у императоров Византии так что так что так тут он изображен с копьем у византийских императоров иногда такое тоже бывало но но тоже другая история накидка иногда подпояс она но это накидка которая должна быть скреплена брошью и она не имеет ничего общего с тем что под ней московиты начали на себя цеплять хотя вот по таким изображениям может показаться что она что она такая ну и тут вообще то ли это шапка то ли корона если не знать можно не разобраться но в этом случае все хорошо видно видны как раз сегменты этой короны промоделированные сегменты видно что наверху соединяются перемычки и присутствует крест ну и вариация тризуба данного правителя тут если уж так то можно поизучать и геральдику допустим боспорских царей но у них все было в этом плане проще у них просто такие диадемы весьма скромные по поздним меркам будут вот изображение зубчатой короны от силы можно сопоставить ее по разным изображениям и видно что это именно одна и та же корона она изображена одинаково одинаковый обод с каменьями одинаковые вот эти вот верхние ее зубцы хотя изображения разные тут и лицо по разному несколько изображено и все а вот это изображение анхарсиса кстати просто чтобы сопоставить физиологию физиономию древнего скифского мудреца царя мудреца и аттилы соответственно нам же хотят сказать что аттила гун почти китаец вот еще изображение аттилы и изображение никого нибудь а владимира ну вот если бы взять фотошоп и вырезать эту головку приклеить сюда а эту сюда никто бы разницы особо не заметил этот держит свое знамя этот уже держит крест ну и понятно что как бы они не настолько уж друг на друга и похожи короны разные все но в принципе плюс-минус видно что они принадлежат к одной и той же культуре к одной и той же культурной преемственности вот польские короли как видим в чем-то их корона наследует и короне аттилы и древней короны Руси поскольку они Русь инкорпорировали в общем-то в свои владения в чем-то отличается но польская корона в прямом и в переносном смысле слова то тема то тема для отдельных для отдельных нюансов тут все символично тут везде везде все что надо изображено все что символизирует его владение его права обязанности и так дальше еще раз изображение аттила и коронованного сокола на его стяге это уже другие изображения не те что приводились раньше их в разных книгах в разных текстах присутствует достаточно много еще раз для сопоставления внешности анхарсис скифский царь мудрец скил скифский царь и несмей аорсский царь аттила в принципе отличаются чуть-чуть некоторые атрибуты у них короны разные в этом вообще нет короны но по сути дело видно что это люди можно как бы причислить к одному народу уж точно другое изображение анхарсиса то есть анхарсиса изображали не от балды как сейчас говорят анхарсиса изображали имея древние прототипы и приблизительно понимая как он должен выглядеть другое изображение аттила изображение рюрика изображение игоря снова же и зубчисто шлем корона сопоставимо и перья украшающие сопоставимы так что так ну а тут сопоставляю разные изображения аттилы вот это это изображение из соответствующего источника увеличаю его и его детали другие изображения аттилы как видите они хоть весьма похожи но это разные изображения хоть отличий между ними не так-то и много здесь стяг развернут здесь заворачивается и он держит его конец в руках здесь меч повернут чуть-чуть под углом сюда здесь чуть-чуть под углом сюда то есть можно если играться в плане найти 10 отличий здесь больше чем 10 можно найти но в общем они наследуя более древним прототипом это еще изображение изображают его плюс-минус так как зафиксировалась о нем память ну и есть такая версия его изображения которая отсылается к своим каким-то прототипам тоже до нас не особо дошедшим венгерская хроника хроника хунгарорум герб аттилы вот признанный так сказать герб аттилы герб ивано-франковской области герб галича как видите ну тут особо много комментариев лишних даже и не нужно гербом ивано-франковской области до ныне является личный герб аттилы а вот такие вот дела собственно польский птах видим что что-то схожее есть но не настолько много хотя в общем-то символика в виде соколов орлов галок других птахов она в общем-то воронов даже она в общем-то древняя и важная достаточно и можно ее проследить от скифии сарматии например вот боспорские монеты где изображен царь и птах ему приносит царский венец в своем клюве не греческая богиня как это изображали греки которая приносит венец царю а птах то есть наша символика ну и трезубец конечно же прилагается как и на монетах владимира еще изображение от силы изображение разных тоже царский герб от силы изображение царя гепидов его герба опять же герб галиции некая такая пташка которая в обилии своих вариантов изображалась во времена черняховской культуры вся черняховская культура завалена данной разными вариациями изображения данной пташки можете с ней поиграться посопоставлять ее с тризубом и в общем-то понять что в общем-то в общем-то в общем-то ну а это некое безобразие это монеты разных стран таких как Турция Казахстан которые изображают на своих монетах символику связанную с от силой его флаг изображают его империю и пытаются как-либо к этой империи себя в наглую пришить хотя как бы не имеют на это надлежащих оснований вот такое изображение от силы его всей свиты как бы тут с какой стороны не присматриваться турок татаро-монгол тут как-то будет разглядеть очень и очень тяжело и нужно будет что-то не того выпить чтобы это сделать тут на изображении тоже где татаро-монголы ну в общем-то тризуб на монетах боспорских царей причем на некоторых тризуб изображался у других временным гербом был меч у аорсов там иногда изображался кадуций и посмотрим на монетах часто геральдический знак изображается по левую сторону от изображаемого князя перед его ликом ну и по правую сторону смотрящего вот ровно так же самое если человек смотрит на эту монету он видит знак по правую сторону для самого изображенного правителя знак получается по левую сторону да тут Владимир развернут к нам как бы лицом а здесь они в профиль но как бы как бы а вот кстати тризуб с разными своими вот этими завивающимися элементами и вот древнескифское изображение рыбы тоже с некоторыми завивающимися элементами в хвосте который изображен птах тризубообразный птах который как бы гонит всех вот этих других животных некая чудо-юда рыбакит которая является как бы символом вообще жизни во вселенной и дуальность белобога чернобога и птах который символизирует власть над этой дуальностью и который как бы стимулирует как солнце которое излучает сонмы живых существ во всех направлениях это касательно кстати истоков и истории нашей геральдики соответственно скифский сокол птах на монете фарзоя птах на монете боспорского царя родомсада русимодая изображение аттилы с его в общем-то флагом знак который приписывается рюрику я кстати не исключаю что в каких-то случаях он такой знак вполне себе мог использовать хотя как его герб как его тамга у него были другие знаки но может быть и этот присутствовал потому что на некоторых археологических все-таки материалах он есть польпский птах опять же галич ивано-франковск флаг ивано-франковской области и расположение в общем-то и вспоминаем прископанийского что чтобы с территории за Дуная с территории римской империи добраться до в общем-то места где обитал аттила прископанийский его посольство пересекли три реки последняя из этих рек была Днестром то есть если Днестр у нас течет вот так вот то идя с юга сюда аттил этот прископанийский не мог оказаться здесь он должен был пересечь Днестр аттила не мог оказаться здесь на территории Венгрии потому что этот прископанийский ну а соответственно и аттила к которому он шел прископанийский не мог оказаться здесь приходя к аттиле потому что ему нужно было пересечь Днестр он не мог оказаться здесь в Венгрии он не мог оказаться где-то здесь где-то там он не мог уехать в Турцию которая тогда была частью Византии не мог уехать в Казахстан где тогда был Туран и в общем-то как бы снова не то чтобы с территории Византии отправиться к аттиле и пересечь Днестр как последнюю из рек которую пересекал прископанийский в общем-то ему нужно было оказаться как раз на территории Украины что сходится и с Геральдикой и с другими дополнительными сведениями которые можно исследовать можно рассматривать изучать и пытаться понять в общем-то в данном контексте а изучать есть очень много что и у меня какие-то понимания конечно есть какие-то наброски есть но все равно изучать очень много что